События, о которых сегодня пойдет речь, произошли в Чили, в городе Сан-Винсенте де Тагуатагуа. Там вместе со своей матерью жил 17-летний Томас Осеведо. Он учился в средней школе и был не только хорошим учеником, но и разносторонне развитым молодым человеком, заинтересованным в участии в самых разных мероприятиях. Он был членом местных бойскаутов, был частью постарали района, занимался спортом, играл на трубе в школьном военном оркестре, играл на гитаре, укулеле и на флейте, а также любил показывать фокусы. Его мать Беатрис Олеа очень гордилась своим добропорядочным сыном, который выполнял свои семейные обязанности и был очень ласков. По воскресеньям Беатрис не работала, и они проводили это время вместе. Иными словами, Томас был примерным мальчиком, который планировал изучать сестринское дело и путешествовать по миру. Но, к сожалению, эти мечты так и не сбылись. 27 июля 2019 года Томас, как обычно, занимался в своей скаутской группе, которая должна была закончиться в час дня. Но в тот день он попросил разрешения уйти по ранчо в 12.30. Он не хотел говорить почему, поэтому товарищи шутили, что он собирается встретиться с девушкой. Так как он был примерным молодым человеком, который никогда не пропускал свои занятия, руководитель группы предположил, что это что-то очень важное и без проблем разрешил ему уйти. Томас должен был прийти домой в 2 часа дня, чтобы пообедать со своей матерью Беатрис. Но этого не произошло, и его матери показалось это очень странным. Она начала звонить ему, но ответа не было, и в отчаянии она начала разговаривать с друзьями Томаса, но никто из них не слышал о нем после 12.30, когда он ушел с собрания. Поэтому Беатрис подумала, что с ее сыном что-то случилось. Прошло несколько часов, и в 17.00 его мать решила обратиться в полицию, чтобы заявить о его пропаже. Первая зацепка появилась вечером, когда несколько друзей семьи узнали о поисках и связались с Беатрис, чтобы сообщить ей, что видели Томаса вскоре после полудня, когда он переходил дорогу по Зебре. Он поприветствовал их, как обычно, а затем пошел по дороге к мосту. После получения этой информации, следователи начали проверять камеры наблюдения на дороге между местом встречи скаутской группы и мостом. Один из последних снимков Томаса был сделан камерой наблюдения в 12.37. На нем он запечатлен перед заправочной станцией возле моста, где его видела пара. Через несколько мгновений после этого, другая камера фиксирует, как он встречает молодую девушку под мостом и переходит в уединенное место на берегу реки Тингирика. Получив эту важную подсказку, в тот же день, когда он был объявлен пропавшим без вести, в 11.00 вечера группа полицейских отправилась в этот район для проведения тщательных поисков. И буквально через несколько минут они обнаружили тело Томаса под ветками и листьями. По данным судебно-медицинской экспертизы, у молодого человека были обнаружены многочисленные колотые раны, а также резанные раны, все они были сосредоточены на голове и животе. Согласно заключению судмедэксперта, Томас был убит несколько часов назад, а на его теле было обнаружено в общей сложности 397 ножевых ранений. Таким жестоким образом оборвалась жизнь этого перспективного молодого человека, и власти были вынуждены начать поиски виновного в убийстве. Они начали выяснять, кто имеет что-то против Томаса, или почему они так жестоко лишили жизни парня, который ни с кем не ссорился. Полицейские решили, что ночь – не лучшее время для поиска улик. Поэтому рано утром в воскресенье сотрудники полиции занялись осмотром места происшествия, в поисках всего, что могло бы помочь им пролить свет на случившееся. Сначала они хотели найти телефон Томаса, но его нигде не было. Поэтому они подумали, что все это могло быть ограблением, но жестокость нападения не соответствовала этому мотиву. Тщательно просматрив все камеры наблюдения в этом районе, они заметили, что Томас прибыл на место, его встретила девушка, и после короткого разговора пара перешла мост. Камеры не охватывали всю территорию, где они проходили, но позже можно было увидеть двух людей, покидающих это место. Один из которых, похоже, был девушкой, которая встретила Томаса, а другой – мальчиком, но это был не Томас. Осмотр места преступления не дал никаких зацепок, которые позволили бы установить личности преступников. Поэтому после принятия всех необходимых мер, полиция смогла получить доступ к информации с телефона Томаса, который был выключен сразу после четырех часов дня в субботу, когда его лишили жизни. Через несколько дней после похорон Томаса полиция получила самую важную улику в этом деле. Они смогли определить последний звонок, поступивший на телефон парня. Этот номер привел до женщины, у которой была 14-летняя дочь по имени Франциско. Учитывая возраст жертвы и возраст дочери женщины, офицеры предположили, что именно Франциско звонила молодому человеку. Франциско училась в той же школе, что и Томас, только на несколько классов ниже. В ходе расследования выяснилось, что, как и погибшей, она была членом группы скаутов, но, по словам руководителя, у нее были конфликты с некоторыми товарищами, а также она не проявляла особого интереса к группе, поэтому в итоге ее покинула. Это напрямую связывало ее с Томасом, и полиция сосредоточила все свое расследование на ней. Поскольку она была несовершеннолетней, личность девушки постоянно охранялась средствами массовой информации. По данным расследования, было известно, что она и Томас знали друг друга. Более того, Франциско присутствовала на его похоронах, носила форму скаутской группы и утешала Беатрис в ее горе. Так как Франциско не отвечала ни на какие вопросы, офицеры попросили у нее мобильный телефон. Она передала его, но заявила, что ничего не знает о случившемся. По совпадению, все ее сообщения были удалены за несколько дней до и сразу после убийства, что вызвало у следователей большие подозрения, поэтому они запросили запись звонков и сообщений на мобильном телефоне Франциски. В результате этого были обнаружены некоторые откровенные факты. В первых сообщениях девушка просит Томаса уйти, а он говорит, что у него могут быть неприятности, но она давила на него, говоря, что он обещал, что уйдет. И парень в конце концов соглашается с ней встретиться. Вскоре после даты событий появляются другие сообщения, адресованные другому человеку, в которых она говорит, что они оба есть на записях с камер видеонаблюдения, и обвиняет получателя сообщения в том, что он заставил ее сделать это. Девушка говорит ему, что никогда не думала, что так сильно ударит его ножом. А ее собеседник отвечает ей, но он совершил над тобой сексуальное насилие. Она говорит, что это не тебе надо было наносить такие повреждения его телу, и я все расскажу, ты сядешь в тюрьму из-за ревности. Эти сообщения были адресованы 23-летнему мужчине по имени Улиссес Лабринт, с которым девушка в то время состояла в отношениях. В ходе расследования стали известны подробности отношений между Томасом и Франциской. Они встречались несколько раз, и у них были интимные отношения, но после этого Томас от нее отдалился. После ухода из скаутской группы и возвращением к занятиям танцами, Франциска встретила Улиссеса и начала с ним отношения. Девушка, несмотря на то, что полиция вела расследование, продолжала заниматься своими повседневными делами. Но вскоре чувство вины одолело ее, и она призналась в причастности к убийству молодого человека одному из своих учителей. Этот учитель, в свою очередь, отвел ее к директору школы. Директор позвонил матери Франциске, и они рассказали ей обо всем, что произошло. Затем он сказал женщине, что они должны пойти в полицию, чтобы Франциска дала показания и призналась. И что если они этого не сделают, он сам сообщит об этом. Таким образом, Франциска обратилась к властям, чтобы рассказать обо всем, что произошло. В этот же день офицеры схватили Улиссеса, который жил даже не в том же населенном пункте, а в коммуне Буин. Он сдался, не оказав никакого сопротивления. Позже парень заявил, что знал, что его обнаружат и схватят, и именно поэтому решил сдаться. Улиссес рассказал следователям, что Франциска сказала ему, что подверглась сексуальному насилию со стороны Томаса. Он настаивал, чтобы она сообщила об этом полиции, но она не хотела этого делать, поэтому он, как ее парень, решил защитить ее честь. Сначала Улиссес предложил избить Томаса, но Франциска сказала ему, что это не сработает, потому что парень выздоровеет и будет продолжать к ней приставать. Поэтому она предложила его убить. Улиссес утверждал, что сначала он был шокирован этой идеей, но затем согласился ее осуществить. Согласно рассказу парня, в субботу, 27 июля, произошло следующее. После того, как он обо всем договорился с Франциской, он вышел из своего дома и отправился туда, где она жила. Когда Франциска и Улиссес встретились, она отвела его в выбранное ее отдаленное место и велела ждать там. Следующие несколько минут девушка общалась с Томасом, оказывая на него давление, чтобы он пришел навстречу. Она уже называла ему место, где хотела бы его увидеть, и в конце концов парень согласился. Когда Томас прибыл на место, он встретил не только Франциску, но и ее парня. Улиссес был подготовлен, на руках у него были хирургические перчатки, чтобы не оставлять отпечатков пальцев, а также у него был нож. Затем двое парней поссорились. Томас был выше и обладал большей силой, но он был безоружен и мало что мог сделать против ножа. По словам Улиссеса, парень пытался убежать, и в какой-то момент ему это удалось, но он упал в кусты, и именно там он начал на него нападать. Когда Улисс нанес Томасу все эти раны и понял, что молодой человек уже мертв, он попросил Франциску помочь ему спрятать тело. После этого Улиссес приоделся в сменную одежду, снял перчатки и сжег все улики. Он также забрал мобильный телефон у Томаса и выбросил его в канал. Затем Франциска пошла поесть с матерью в кафе недалеко от того места, где лежало тело Томаса. Казалось, что ее мало волновало то, что произошло несколько часов назад. Девушка неоднократно меняла свою версию в ходе расследования. Сначала она говорила, что у нее были любовные отношения с Томасом в то же время, что и с Улиссесом. Затем она сказала, что Томас подошел к ней после школы и отвел ее в темное место, где надругался над ней. Однако подруге она рассказала, что предполагаемое изнасилование произошло в доме Томаса, куда она пошла за учебниками, и что по прибытию он на нее напал. Также Франциска подробно описала, как он расстегивал брюки правой рукой. Следует отметить, что Томас был левшой. Так что для следователей эта история была выдумкой, и они считали, что их интимные отношения были по обоюдному согласию. Пара была задержана в августе 2019 года. На время расследования их дела девушка находилась в учреждении для подростков, а Улиссес в тюрьме. Для Беатрисы и остальных членов семьи Томаса было очевидно, что организатором убийства была Франциска, которая солгала о якобы имевшем место изнасиловании, побудив своего парня отомстить за этот поступок. Но для отца Франциска она была абсолютно невиновна, и у него было несколько объяснений случившемуся, начиная с того, что его дочь изнасиловал Томас, и заканчивая тем, что она даже не присутствовала на месте преступления. Из-за пандемии судебный процесс начался только 11 мая 2021 года, и ожидалось, что он не будет коротким, поскольку предстояло представить не менее 30 свидетельств, включая сообщения с мобильных телефонов, видео с камер наблюдения и, самое главное, показания Улиссеса. Франциска, в свою очередь, воспользовалась своим правом хранить молчание. Паре были предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве со злым умыслом. Адвокат Франциски утверждал, что она была обычной девушкой, которая совершила ошибку, сообщив об изнасиловании своему партнеру, что вызвало ревность, которая заставила Улиссеса убить Томаса. Представитель Улиссеса не отрицал, что его клиент несет ответственность за убийство, учитывая, что молодой человек уже признался. 2 июня 2021 года суд признал обоих обвиняемых виновными и через 10 дней огласил приговор. Улиссес, будучи совершеннолетним, был приговорен к 17 годам и 183 дням как основной виновник убийства при тягчающих обстоятельствах. Франциска получила максимальный срок, разрешенный законом по делам несовершеннолетних. 5 лет в центре временного содержания несовершеннолетних и 1 год испытательного срока, из которого будет вычтено время, проведенное под стражей в ожидании суда. Что вы думаете об этой истории? Пишите ваше мнение в комментариях, а также подписывайтесь на мой YouTube канал и на другие социальные сети. Ссылки на них есть в описании и в закрепленном комментарии под видео. Не прощаемся! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!